здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня предлагаю вам приготовить очень вкусную домашнюю выпечку это вот корзиночки с творожной начинкой корзиночки получаются просто такими вот мягенькими хрустящими очень вкусное тесто и очень нежная творожная начинка прекрасный вариант выпечки как на каждый день так и на любой праздник советую повторить оценят и взрослые и дети готовятся за считанные минуты для приготовления нам понадобится одно яйцо куриное комнатной температуры 100 грамм сливочного масла можно заменить принципе на растительное размягченное оно должно быть 175 грамм муки пшеничной сахар сахар это по вкусу у меня будет 60 грамм это четыре столовые ложки без горки можно использовать 60 80 смотрите на свой вкус изюм где-то 50 грамм или можно использовать курагу вяленую вишню то есть это по вашему вкусу только нужно предварительно помыть залить кипятком если это изюм где-то на минут 78 если это курага или вяленую вишню на минут 15 залить кипятком потом отбросить на сито и осушить бумажными полотенцами чтобы убрать лишнюю влагу и еще нам понадобится 250 грамм творога любой жирности который вы любите готовится все очень просто и быстро поэтому сразу можно разогреть духовку на 190 градусов вверх-вниз конвекции я сейчас разделю белок от желтка сейчас берем какую-то емкость который будет удобно замешивать тесто на корзиночке сюда отправляем мягкое сливочное масло и где-то вот грамм 30 сахара от общего объема и взбиваем с помощью миксера можно ручного обычного миксера где-то в течение трех минут до пышности и до посветления масла отправляем сюда белок и еще немножко вот минутку-две взбиваем сейчас постепенно подсыпаем муку обязательно через сито замешиваем мягкое тесто вот такое мягкое тесто у вас должно получиться она немножечко вот ну чуть-чуть липнет буквально вот и не липнет смотрите долго его не вымешиваем вот так он скатался в шарики все останавливаемся сейчас делаем начинку а пока тесто даем отдохнуть пять минут сейчас делаем начинку я к творогу отправляю желток и сейчас прибьет а погружным блендером для того чтобы добиться такой вот нежные кремообразные текстуры если у вас нет погружного блендера тогда творог перетирайте через сито или можно сразу взять пастообразные тоже будет отлично для того чтобы начинка не было слишком жидкая я не советую на моменте когда вы будете перебивать добавлять сахар сахара добавим после того как перебьем погружным блендером добавляем сейчас остаток сахара перемешиваем и изюм количество изюма регулируйте на свой вкус 30 50 грамм сейчас поверхность припыляем мукой выкладываем сюда тесто и делим его на то количество частей будет зависит от размера формы которые вы используете для корзиночек у меня вот такие вот формы я разделю где-то на 10 12 кусочков с каждого кусочка нужно скалкой раскатать тоненький такой вот тоненькую лепешечку если у вас нет таких форм это очень часто бывает тогда можно использовать формы для кексов обычные или для капкейков будет просто отличаться количества изделий аккуратненько вот так прижимаем каждому по краю и убираем остаток теста что у нас была аккуратненькая корзиночка по такому принципу делаем все остальные кстати формочки я ничем не смазывала с этого количества теста у меня получается 12 вот таких корзиночек сейчас внутрь отправляем начинку и в духовку при 190 градусов вверх и низ конвекции приблизительно 15-20 минут пробуем готовность зубочисткой чтобы не было сухого сырого теста вот такие корзиночки с творожной начинкой у нас сегодня получились прекрасная домашняя выпечка очень вкусная ароматная запахи на кухне просто нереальные советую вам повторить вы не пожалеете а на сегодня у большое спасибо что вы были со мной если видео вам было полезным жмите лайк не забудьте подписаться на мой канал и нажать колокольчик чтобы следующие мои видео вы не пропустили буду ждать от вас комментариев с большим нетерпением до новых встреч пока пока